На одной из важнейших артерий города, проспекте Кирова, соединяющем Московское шоссе и улицу Новосадовую, обновляют асфальт. Новое покрытие укладывают от Новосадовой до Молодежной. Общая площадь ремонтируемого участка составляет более 12 тысяч квадратных метров. Работы ведутся на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». За процессом наблюдают и общественники. Это центральная магистраль, и это необходимо, и очень важно, чтобы она была сделана прочная. Председатель Совета ТОС задала все интересующие вопросы представителю подрядной организации. Отмечая важность качественного ремонта, Наталья Хаткевич напомнила, на проспекте интенсивный трафик, здесь следуют автомобили, пассажирский и грузовой транспорт. Поэтому обновление покрытия на всю ширину проезжей части крайне необходимо. Перед укладкой асфальта рабочие убирают пыль с ремонтируемого участка и покрывают его битумом. Затем выкладывают новый высокопрочный асфальтобетон. Высота верхнего слоя покрытия составляет около 5 сантиметров. Машина мешается везде, поэтому работа производится ночью, чтобы не создавать проблем жителям города. Здесь также определенная сложность, потому что еще видятся троллейбусные провода. Специалисты трудятся максимально аккуратно, чтобы не повредить техникой контактную сеть. Поэтому работаем малыми самосвалами, чтобы самосвалок при выгрузке бункера свалитого кладчика не доставали до этих контактных линий. В случае, если прямо уж необходимо, мы связываем с ТТУ и в ночное время нам отключают от электричества контактную сеть. На всем участке рабочие понижают уровень бордюра при выходе на пешеходные переходы. Это делается для того, чтобы маломобильные жители города могли беспрепятственно пересекать проезжую часть. Работы планируют завершить в начале следующей недели. А до конца октября намерены отремонтировать еще один участок проспекта – от заводского шоссе до улицы Ветлянской. На это предусмотрены дополнительные средства из дорожного фонда. Напомним, что проспект Кирова ремонтировался и в прошлые годы. Его обновляют поэтапно. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.